Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, шо у меня мусора забрать Пубертат увидел мир Так, дорогие телезрители, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Смотрите, кто с нами сегодня Бу, Лебедь и Шаман снова с нами Сегодня в нашей вылазке Сегодня мы собрались на матрасах преодолеть путь, короче, в метро Забраться в метро через воду, с воды залезть Такого еще У меня нету бабок на жетончики И, в принципе, это классный вариант Проникнуть в метро на надувных колесах Бля, это реально круто Я еще раз говорю, что с Супер Сусом реально круто Потому что погружайся в детство Всякие препятствия преодолеваем Это реально классно Ну, друзья, ни в коем случае не повторяйте в домашних условиях Потому что тут работают профессионалы Вы видите по нашему оборудованию По нашим плавсредствам Что мы шутки тут шутить не собираемся Так что лучше посмотрите, как делаем это мы И Супер Сус Друзья, с нами в гостях Лебедь и Шаман Подписывайтесь, ссылка на канал в описании под видео И Супер Сус Все, друзья, готова наша импровизированная конструкция Вот такой плод получился Я надеюсь, он нас выдержит Нам сколько предстоит? 3-4 километра проплыть? Я не знаю, сколько Днепр Но километра 3-4 там Вообще, это Южный мост Это самый высокий мост в Украине И внутри этого моста находятся технические тоннели Очень классные Мы туда залезем А еще внутри моста идет метро И вот мы по итогу попадем в метро Нам сейчас нужно плыть И вот где-то там в складках бетона Будет хитрая щель, которая нас приведет куда надо Правильно? Тоннели метрополитена Это необычный способ попадания из воды в метро Но мы ни разу этим способом не пользовались Он у нас в закладках памяти висел уже больше 10 лет И вот пришло время Использовать это дело Использовать, да Это эксклюзив, я так понимаю, правильно? Да То есть моя задача какая? Я хранитель весла Хранитель Хранитель рыбы Что-что-что? Она что-то говорит Слышь, тихо, тихо, что-то говорю Есть тебе в метро Не-не, лебедь и шаман Лебедь и шаман Подпиши Рыбка, рыбка Мы сегодня спалимся или нет? Ха-ха-ха Конечно Нет Конечно нет Конечно нет О, вода теплая, хорошая Шикарная водичка, пацаны Аккуратно, пацаны Аккуратно, пацаны Пацаны, напишите в комментариях Как вы оцениваете данное плавсредство Это басяцкий плод называется Все Средство на воде готово к бою Ха-ха, класс Так как дети радуемся Этот басяцкий плод сегодня я буду везти А это же схемзащиты, да, лодка? Это типа высочан Наверное Это костюмы ОЗК делаются из такого материала Один в один Те же самые лоскуты Так, друзья, делаем самодельный ремень Чтобы не спали трусики, бою туб забанят Все, и вторую шлейку Цензуру никто не отменял Друзья, и самое главное, чтобы и у вас трусики не слетали Это очень важно Вообще по жизни Трусики не слетали Все, подтяжечки сделали нормально Все по-человечески О, уже все Мочиться мы по-любому будем Ладно, давай, я подплываю к тебе Вот эта коллаборация Вот этих вот матрасы Колеса Это вообще жесть Мы вроде бы как на неделю плывем Не, а все может быть Можем на неделю и остаться Хорошо, что у нас есть три балки колбасы Все, поехали Так что мне радует, что ваше путешествие Оно непредсказуемое Оно может быть как угодно И вот мы плывем в неизвестность, друзья По Днепру зеленому Пожалуйста Ну шо, порулили Просто наше плавсредство не имеет келя И соответственно очень сильно подвержено скольжению по водной глади Я предлагаю брать курс туда Захлестом? Да И мы по-любому выровняемся Нам бы до острова добраться бы сегодня Под это, короче Рожись на меня, Сусанин О, кстати, над нами поезда метро, мы уже слышим Да, уже слышно Смотрите, у нас самый ответственный По сути, это вот тот пятый матрас На нем все наши пожитки Наша одежда Вся наша жизнь, друзья Колбаса Ключи, телефоны Колбаса, Сережа О, колбаса Не, ну тоже важный вариант Извини, что перебью Если в трусиках есть дырочка И выпадет краник То, возможно, рыба может попутать краник С червячком У кого на червячок похоже А вода чуть прохладная И может утянуть на дно И, возможно, у нас будет сегодня уха Уха Есть такие рыбы, что в уретро залазят, знаешь? Рыба-яговка залазит в уретро, короче, там остается Слышь, мы плывем чахты По кругу Да давай греби Давай тогда к острову, к острову, да Ну, на вату Ориентируемся, пацаки, на вату На тот остров Слышь, ну такие весла, что ими кашу халать Слушай, скажите, рыба-бьюн может выйти? Может Не, в рот может взять Только в рот Да, друзья, первые дни осени А мы плывем, последние теплые деньки Скоро наступит весна, будет холодно Будет прохлада Одинокая, как на стоянку прихожу, она скучает Все, друзья, заплываем в страшные воды вообще Темные воды Днепра А какая, слышишь, самая большая рыба в Днепре живет? Тут же тысячуки, столетние сомы, наверное, есть Просто я тебе скажу, ты с меня опять смеяться сейчас будешь Так что я не знаю Просто в 1995 году в газете была заметка, что сом подрыл яму Под мостом метро на Днепре, короче, и качал опору моста Безобразнейший Ну вот видишь, уже смеется Нет, так я слышу, что вот в этих годах Сама смойся, не стебя На Днепре сом На Днепре сом чувака вот На лодке, понял? Перевернул Перевернул Сососал насмерть, я знаю Не шутки, надо быстрее проскочить фарватер Смотрите, друзья, это главный фарватер Главное пространство для прохода кораблей и барж И здесь самая глубокая точка Днепра И, соответственно, самое сильное течение 420 метров подкилим у нас, друзья Очень глубоко 15 узлов Это называется, друзья, черная вода Все, хватит, хватит Сосос, на херэ На херэ Тополин и пух, жара, октябрь Кончится, скоро осень Придет опять весна У-у-у Так, друзья, шутки в сторону Вот тут фарватер, тут корабли большие ходят Так что придется мне включаться в работу Давай греби Уважаемый Уважаемый, шановный, греби Все О-у-у Так вот так и греби, а так и гребу А у тебя тоже сломалось Ну да А, половинкой Сейчас будет волна. Жёстко. Лицо твоя нога, я подумал, рыба. Так приготовились к сопротивлению. Волна. Давай, волна. Сусанин моторчик. Мы уже в середине моста, начинали выплывать справа. Вот смотри, как прикольно туннель получается. Да, да, прострел. Это вообще, ааа. Сейчас будет удар такой волны. Ну сбавь скорость, дружок. Мы на резине. Смотри, какая волна. О, мы, мы, мы. О, блядь, волна. Да хватит до треснить, блядь. Волна, волна. Где же вещи? Где же. Куда исходит? Колбаса. Да затей на воду. Да колбаса, ну как жека не внесёт, смотри. Половая лодка воды. И за два часа мы преодолели нормальный путь. Давайте, пацаки, давайте. Вот сейчас на туре нас нормально может снести. А уже снести. Бацаки, это поезда метро, которые сейчас через два часика мы увидим. Наша цель именно залезть в тоннель и понюхать поезда. Кстати, друзья, кто не понял, это камеры из советских автобусов. Или нет, Саша, или это КамАЗ? Это больше, чем автобусная? Не, возможно, нет. Это из дивана, скорее всего, из дивана. Короче, нас нормально отнесло. Давай, давай. Нам и туда до кувшинок надо, верите, хотя бы до кувшинок. Друзья, на кувшинки давайте. Вы только представьте, под нами 450 метров тупо толще воды. Представляешь? Если вот эта камера сейчас какой-то рак или еще что-то, или Сусанин чем-то пробьет, все. Поэтому, друзья, давайте быстрее. Едем, я прошу тебя, пожалуйста. Сережа, ну пожалуйста. А что это скрипит? Шо это скрипит? Шо это такое? Мост скрипит. Я, кстати, боялся с утра, что будет вода реально холодная. Она абсолютно нормальная. Так что, друзья, пользуйтесь водными стихиями, водными процедурами и водными ресурсами. Друзья, смотрите, мост состоит из двух половин. Эта часть железная, а вот эта уже бетонная. И метро как раз здесь по бетону идет на улице. А тут в железе оно ныряет уже под землю, в тоннель. Вот там конкретно туда. Да, 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 мы уже, да, да. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у главного пуберната страны есть свой фирменный магазин крутых шмоток. Суперсус.шоп. Настала осень, наступает холода. И в нашем фирменном магазине наконец-то появились вот такие вот замечательные худи-кенгурушки. А также мои фирменные носочки, вот такие вот с моими мордочками. Напоминаю, что носки грязи пыли непромокаемые, можно ходить в радиацию. Покупайте также своим девушкам, чтобы у них копытки всегда были в тепле. Сделали вот такие вот крутые чашки, которые в холодную и в горячую погоду вас согреют, либо охладят. Одеваете ее на карабин, цепляете на рюкзак, на шею и выходите из зоны комфорта и идете путешествовать. А также маленькие шалости и серьезные вещи. В моем магазине также вы можете найти вот такие вот замечательные шеи спички, которые в любую погоду вас согреют и помогут развести костер даже вдоль. Заходите на supersus.shop, покупайте товары себе, женам, собакам, котам. И этим самым поддерживайте главного пубертата страны. Субтитры создавал DimaTorzok Все, друзья, мы преодолели самый сложный, самый ответственный отрезок маршрута. Фарватер остался за спиной и где-то вот там дальше. Наш залаз. Интересно, если достать всю рыбу, которая вообще есть в Днепре на территории Киева, это, наверное, будет сто тысяч тонн мяса. Да. И, наверное, самая крупная рыба будет, наверное, килограмм пятьсот. Я не знаю, прикинь на рыбе убить. Просто вообще бы дно почистить, знаешь, что тут в дне, ну тут вообще просто реально. Тут можно найти... И корабли затопленные по-любому. Просто жесть. Ситуация отличная. Почти дошли до опоры с лестницей, вон её уже отсюда видно. Пропыришься, кромпыришься на роддом. Метро ездит медленно, поэтому у нас будет шанс чуть-чуть погулять по нему нормально. Ой, 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 Серёжа, чтоб я тебя не перекинул. Ой, не надо, ой, не надо, ой, не надо. Друзья, видим за вас, скоро будем в метро. Так что всё окей. Нафига делать, вот зачем? Смотри, какой там внутри кисель. Вот это дверь. Посмотри, ебать, что это? Это пиво. Это, по-моему, могла пивчага забродить. Давай, езжу. Мы с шаманом взлябедем в лапу Днепру. Шаман, грибы быстрейше. У меня уже куртка мокрая, я хочу колбасы. Обжаль, случайно. Посмотрите, какая гидота посреди Днепра. Я, по-ходу, ногами андатру мёртвую уже там потелепал. Пацаны, посмотрите, какой буряк выловили прямо посреди Днепра. Глянь, откуда оно берётся. Ты понял? Нет, я не понял. Это чёртик морской, который потом каменет и ноги прокалывает. Это его корень. Пацаны, посмотрите. Это водоросля, который потом каменеет и ноги прокалывает на Днепре. Стой, вы все видели на пляже вот такие маленькие? Только чёрные. О, посмотрите, пацаны. Это вы видели? Оно высыхает, становится чёрным. И потом на пляже в него вступаешь. Я первый раз в жизни вижу, посмотри. Вот он, видишь, уже открыл. Вот, это корень растения. И вот мы прямо по ним плывём. О, класс. Он так размножается. А что такое? А, я думал, жаба. Я думал... Всё. Хе-хе, полундра, блин. Мы пробили об этого чёртика. А большая дырка? Ты можешь нащупывать? Большая? Да я думаю, что может успеем доплыть, а может не успеем. Давай, поехали. Смотрите, пацаны. Вот этот чёртик морской, чёрный. Вот он высох. И вот он так выглядит. Все вы видели. И вот это он нам лодку и пробил, подонок. Давай телефон сюда. Стой, не, подожди. Да я телефон держу. О, всё. Всё, нам две опоры ещё. Всё, буквально две опоры и будет наша лестница. Совсем чуть-чуть. Пробуем метро. О, смотри. Смотри, встряла прям во в ногу. Ох и коварная. Смотри, тут везде есть мощь по лесу, сука. Зай! Вот это удочка длиной 8 метров. И с её помощью мы закинем... Так, держите. Живой! Добрый вечер. Живые? Живой, нормально всё. Живые. Нормально всё. Считай, они умерли. Опасно спать-то. Всё, друзья, мы приплыли. Смотрите, здесь привязана лестница. Чья-то верёвочная. Стрёмная штука, смотри, как шатается. Сейчас будем вылазить аккуратно. Слушай, а на чём мы стоим? Я не могу понять, посмотри, на чём мы стоим. Тысячу раз говорил, опоры все вокруг, они мелкие. Слышишь? Ого, смотри. Аккуратно, аккуратно, не хилитай, потому что она... Пацаны, видите, как она хилитается? Ты полез уже? Ну а что делать? Хилитается. Давай. Она хилитается. Аккуратно. Ого, так она реально тупо хилитается нормально. А? А мы лезем. Это, мужики, если надо будет камеры, тут всю эту движуху можете забирать. Мы сейчас оставим, не надо вам забирать. Шатается? Очень сильно. Давай аккуратненько. Что, Серёга, как тебе путешествие? Отлично. Просто надо чуть согреться. Не, ну мы плыли часа четыре, наверное, да? Да, ну мы про чревизне проплыли, пацаны. Слушай, ты доставил лестницу? Да. Я, Серёга, шаман, просто должен преодолеть вот это вот препятствие это. Блин, у меня реально сутки хватает за ноги. Что там, брат? Аккуратненько держи. Да? Стрёмно. На, держи. Ну, ты сам вылез и потом зацепишь. Давай, давай, да, 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 да. Серёга, оно надёжно держится? Ну. Не соскочит? Да, в принципе, не должно, бля. Окей, шикарно. Наступает момент, мы поднимаемся вверх. Всё. Что, замёрз? Это холодно дальше. Давай бы с ними ногами вылезли. Да. Давай. Дядьки, как клюе? Нормально? На ножками раз-раз, опача. Ага. Главное, ногами встань на первую досточку. Встань в ногу в первое дерево. Да, 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 всё. А дальше как? Я не достаю рукой до следующей. О. Аккуратненько. Как дальше? Вторую ногу на дерево, вторую ногу на дерево ставь. Да, да, да. О. На дерево, на дерево, на дерево ногу ставь. Нет, да я тут хер вылезу. Ногу на дерево ставь. Нет, я тут не вылезу, короче. Давай лезь аккуратно. Я пойду потой. На меня, ставись на меня. Да я не вылезу, короче. Вы встань второй. Да какой потой? Ну я не вылезу. Вылезешь. Я это следующее не достану, короче. Хранятски неудобная конструкция. Но я тут не вылезу. Давай, что-то с пациков спустится, поддержит, подтянется. Каким образом? Я тут не достаю, они широкие, сильно пролеты, я вот этот вот не пролезу. Плохая ситуация, лестница отличная, я не знаю, кто ее делал. Такие вот пролеты, как для динозавра. У меня ноги короткие, я не достаю ни хера. Ты что делаешь, а? Маупы. Пацаны, вы сейчас, пацаны, лестница очень конченая, очень неудобная, мы сейчас просто проплывем 100 метров и до, ну, там более удобно. Все, поехали. Смотри. Ой! Да ну нахер им надо, идем. А можете нас довести до той опоры, пожалуйста? Чуете? Кто там где? Да у нас тут, мы не можем вылезти, тут лестница очень опасная. Привяжете нас? Ну, к себе привяжете и нас к той лестнице подтянете. Давай, давай, давай. Не, мы на колесах поедем. А мы на колесах поедем. Так что нам рубить? Привяжите нас к себе и к той лестнице. Давай, давай, давай. Есть куда привязать? Да есть, ты давай седай на лоб. Ага. Преходи на лоб. Давай. Все. О! Ютуберы. Класс. О! Лодочка нормально идет. Нет, все. Нет, ребята, я не обухаю. Я, конечно, не обухаю. Ой-ой-ой-ой. Ого, как лупит. У-у-у-у. А вот так. Давай, сразу на лестницу вылазь. Давай-давай. У нас такое экстремальное занятие. Приключения ищем. Кожевку? Да. Еще, может, с милицией сегодня будем. Да, вот так вот так. Нет, наоборот, круто. Лестница шаткая, аккуратно. Она на одной бестонке. Одно ухо отгорванное, канат отбегает. На канат нормально. Давай, вылазь. Все, мужики. Спасибо вам большое. Так-так, подожди, а тут бетон или шот? Подожди, подожди, тут же жутко. Героям слава. Все, спасибо вам огромное. Хорошего дня. Заимно. Скоро по телевизору. Сус, сус, меня подтяни, меня подтяни, меня подтяни. Да. Будем в Ютубе. Все, посибочки. Хороший бал. Спасибо. До побольше, да? Так. Все. Все? Да. Все, друзья, нас хорошие люди подвезли, нам не пришлось хрести. И теперь последнее, что нас отделяет от туннеля, это вот эта вот стремная, страшная лестница. Что, пошел потихоньку? Давай, пернай. Аккуратно, 100 метров вверх подъема по вот этой ржавой оттуре. А ну подержи там лестницу. Держишь? Да, давай, давай, Малой, давай. Если что, я скажу, что когда прыгать надо, прыгать. Главное, не шатай, да. Ой, в голове что-то крутится. Ой, что-то в голове закрутилось. Посмотрите, пацаны, лестница держится просто на каких-то старинных корабельных канатах, а сам крепеж, сам крепеж лестницы отворился. Оторван, вот, его нету полностью. Есть только левая половинка. Спасибо, хоть кто-то эти веревки навязал. Ну да, добрые люди. Эту веревки, да, уже тут же погнили чуть-чуть. Погнили, да. Внимание, что вещи. Вот что сделано. Вот мы уже в раздолье. Да? Это наша стихия уже, да? Да. Так ты проверки. Ай-яй-яй-яй. Ну что, друзья, я вас поздравляю. Мы залезли внутрь моста, сейчас еще заберем наши вещи, переоденемся в сухое и будем двигаться уже все в тоннеле метро. Да. Прикинь, мы прямо часа четыре плыли по волнам, потом залазишь. Я залажу на эту лестницу, но как-то в детстве, знаешь, ты очень быстро там бам-бам-бам, а это еще ноги мокрые, знаешь, у тебя каждая частица тела напряжена, ты залазишь и вылазишь вообще. У тебя вроде бы, короче, 300 отжиманий сделало. И рыбакам спасибо огромное, за то, что реально взяли на буксир пацанов потянули. Вообще, вам классного улова, вы красавцы. У меня пузо вырос, видишь, я не смог залезть. Не, ну это так, типа, идешь. Ноги. Блин, ну так больно, друзья, идти по вот этим штукам. Смотрите, друзья, вон снизу телепается наша лодка. И там пузырь, вот пузырь с нашей сухой одеждой и с едой. Сейчас его достанем, оденемся и будем уже дальше в комфорте продолжать нашу прогулку. Доброго здоровьячка. Мы уже на горе. Мы уже поднялись. Все хорошо, спасибо за помощь. Хорошей рыбалки вам. Я. Прямо над нами метро, сейчас тут окажемся. Друзья, это ванты, короче, сверху все троса. А здесь эти троса, вот их кончики. И вот это вот накручивали, их натягивали. Это ванты, которые держат весь мост. Тут смотри, что характерно, они не капельки ржавчины. Все загерметизовано какой-то краской, герметиком. Я думаю, что за вантами следят очень сильно. Их, наверное, и подтягивают походу. Видишь, тут какие-то кольца, и их настраивают, натяжение. Вон они в ряд пошли, тут их куча. И мы сейчас их увидим сверху. Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре. Вот это все держит мост. Три, пять, четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть. Семьдесят, семьдесят два. Пар? Это пара? Да. Или всего? Нет, всего семьдесят два. Это с одной стороны дороги и с другой столько же? Да, с другой столько же? А, это по ту сторону. А всего сто сорок ватт. Почему по два? Потому что в случае чего один, да, второй страхует. Правильно? Да. Я не знаю. Так как две струны, понял? Одна рвется, в случае чего. Двенадцатиструнная гитара. Одна страхует. Одна рвется, вторая страхует. А что именно семьдесят два? Открыто? Нет. А что там? Закрыто? Глянь, открыл, откроешь, нет. Глянь. Вроде открыто было раньше. Ничего не было. Подожди, сейчас я сниму. Смотрите, друзья, мы уперли закрытую дверь. Внутри шарнир с резьбой. И мы просто вращаем шнур. И прямо шнуром выкручиваем. Валим, да, против часовой стрелки. Но это мы так, ну, я насколько знаю, что сюда по часовой закручивается. Мы хоть в правильную сторону крутили? Да. По-любому против часовой. Давай тогда так еще. Я чувствую, что она ближе сюда стала. Слушай, по-моему, мы приблизились нормально. Да, не, оно по-любому, я чувствую даже вот здесь. Вот он. Да, 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 можешь еще, давай еще. Мы в правильном направлении движемся. Вот такой замочек. Со специальным ключиком хоба, и все примитивно открывается. Ну, ну, секунду, секунду. А ну, подсветите. Подождите. Ротик часовой. У нас себя? Да. Да, 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 да. Да, ты крутанул. Она пластиковая трубка? Да. Да, да, да. Все, соскочило, соскочило, Саша. Да. Может уже в холостую крутиться? Может быть. Опа. Добро пожаловать. Командной работой открываются любые двери. Уху. Вскрыли именно. Вот такой замочек мы вскрыли. На легасике, друзья. Абсолютно, абсолютно легально. Не используя запрещенных методов. Вот такая вот импочка. Душа, шкембрик висит. Чпукс. Он засовывается. И прекрасно крутится. Шикарно вообще. Я никогда не думал так секретки открывать. В детстве плавили ручку, одевали. Да. Блин, это реально так убатого. Тупо там метро шумит. Везде именно все шумит. Ну, в туннеле. Ну, реально, что в детстве. Это реально круто. Пошли искать суперсуса, друзья. Чапурашка. Да. Все, пацаки. Сейчас мы быстренько пробежимся тут внутри моста. И все, полетим уже в метро. Доброго здоровья. Мы тут гуляем внутри моста. Мужчина. Мы тут сверху. Есть еще маяч. Мы пошли дальше гулять. Они уплывают. Хрен знает куда, чтобы никого не видеть вообще, чтобы ни с кем не общаться. Ты слышишь? Ты слышишь? Доброе здоровье. Нормально клюет. Сидит злой, короче. И дай ему на плечах. Так, друзья. Все. Вернаем дальше в метро. Все, друзья. За мной. Метро. Проходи, проходи, проходи. Так, друзья. Все, пришли. Сейчас вылазим прямо на открытый участок метрополитена и зайдем в туннель. Ого, как? А как тут сейчас машины ездят? А нам не надо машины. У нас туннель слева. Вот мы сзади за спиной. У нас туннель метро находится. Вот коротка. Нам туда не надо. Нам не надо туда. Смотрите, пацаны. Мы идем по мосту. А вон дыра вниз в те тоннели, по которым мы только что гуляли 5 минут назад. 5 минут раздолбить и все это там. Молоточком взял. Пригнись, 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 пригнись. Ставь, стань, 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 стань. Сейчас у него еще зеркало заднего вида. Ну, кстати, пацаны, это пилоны, которые мы снизу вам показывали. Вот эти тросы, вот эти 140 тросов выходят все здесь и идут наверх. Давай быстрее, сейчас будет встречный поезд еще. Сядь, сядь, сядь. Все, залазьте. Залазь, залазь, аккуратно. Да. Нужен, нужен, залазь аккуратно, смотри контактный рельс и смотри другие поезда. Все, и там СУЗ вам подскажет. Куда бежать? Пока никуда, пока мы тут, залазь. Давай, давай, залазь. А где контактный рельс? Если сюда вдачимся. Ну что, я вас поздравляю, мы в метро, все четко. Тут очень большой интервал, но тут уязвимость наша в том, что тут поезд едет и по правому пути, и по левому. Нам нужно за обоими поездами следить. Давай сейчас минуты две-три пройдем вперед, а потом заныкаемся, я вам покажу, где полетели. Давай, поехали. Давай, пробежимся. Вон уже почти-то, вон тоннель, да. Ну что, пацаны, как вам? Класс, ну надо бегать, не привыкли. У меня аж именно адреналейшин валит. Ну прикинь, ты знаешь, сейчас в любую минуту поедет поезд. Куда деваться, фиг его знает. Ну короче, сейчас в процессе разберемся. Класс. Давай тут оприныкаемся уже. Смотри, вот это контактный рельс, просто обступайте его аккуратно. Поезд, поезд, поезд. Сейчас будет ехать поезд, присядь. На пыльце? Не, может вот так вот сесть просто. Главное, когда едет поезд, не шевелитесь. Серега, как там? Бля, вообще, я смотри, я вот так вот провалился. Два силовых кабеля, да, по бокам? Да, вообще, просто жесть. Колбасочка. Уложение, ман? Не, вам айти. Поезд, 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 поезд. Смотри, за присядь. И не шевелись, не шевелись. Тональ спрят. Шаман, поезд. Ага. Не шевелись. Вас витаю, киевский метрополитен. Так точно. Друзья, сейчас покушаем, покушаем колбасочки, подкрепимся, доберемся сил и пойдем в туннель. Готовы идти в туннель? Да, сейчас похаваем, пойдем. Страшно было, но пойдем. Все, друзья, мы выходим. с нычки, нам нужно 100 метров пройти, попадаем в туннель. Аккуратно. Давай. Так, друзья, тоннель, это уже не шутка, мы уже приближаемся к настоящим туннелям, там охрана, уже все как надо. Тут поезда сюда-туда. Так, аккуратно, никто не идет. Быстренько прячемся, сейчас еще два поезда и в туннель забежим. Давай. Отличка. Что такое? У меня ничего, поезд просто. Включился свет и нету поезда. Ага. Пацаки, смотрите, включился свет в туннеле, но нету поезда. Нет, так это вечер. Во всей галереи включился свет. Так это вечер. Станьте, 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 просто стань! Пацаны, случилась непредвиденная ситуация, включился свет. Страшно, иди, я не знаю, что делать. Напишите в комментариях, идти туда или нет. А мы пока здесь посидим, подождем поезда. Ждем, мы прячемся, ждем ваших комментариев. Очень интересно. Страшно, очень страшно. 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 Что делать, какие дальше писать? Торма, это когда по бочках морда, на руках тромбы, на зубах пломбы. Разбора километра менты, берегите для приезжих свои понты. Уродный, задротный, кто ты? Барыга, значит, за тобой слежка. Пушка, ПДшка, губышка, бродишка. Под мышку, припрыжку, на чердаке, на приходке. На выходах подвал в темноте, на выходах подвал в темноте. Но выход один, исход не обратим, спазмолек, скатерпин. Торма незаконно. Не брали в рот всех псов, которые носят погоны. Кантоны, ставят нам капканы.